МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо нового смартфона старенький Нокия. Житель Наринмара стал очередной жертвой мошенников. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Выслушайте помочь. Глава региона Александр Цибульский провел прием жителей Ненинского округа по личным вопросам. Окружная власть старается быть максимально открытой, создавая все условия для прямого диалога с населением. Поделиться своими проблемами с главой региона пришли семь посетителей. Александр Цибульский детально обсудил существующие проблемы с каждым пришедшим. Основной вопрос и самый болезненный – это жилищный. Адреса разные, а проблема одна – ветхость жилья. Фундамент, недопустимое состояние. И, значит, стены перегородки ограничены работоспособные, крыша и кровля ограничены работоспособные, окна, двери. И в результате было заключение. По результатам обследования установлено повреждение и деформация конструкции зданий, возникли вследствие их сверхнормативной эксплуатации 1958 года строения. Отсутствие профилактических мероприятий, своевременного ремонта. И также огребные ямы под домом. Выводы и предложения. Проведение противоаварийных мероприятий, реконструкция жилого дома экономически нецелесообразна, так как требует технически сложного ремонта, связанного с полной заменой фундамента, кровли, чердачного перекрытия, усилением стен и так далее. Затраты будут сопоставимы со строением нового здания. Дом по адресу Рыбников-4 – пятый в очереди на снос в списке ветхих жилых строений. И проблемы владельцев жилья на контроле у администрации города и округа. Несмотря на то, что в округе недавно, но даже я уже провожил этот дом, знаю, Рыбников-4, он действительно находится в очень плохом состоянии. У нас он стоит на переселении в ближайшее время. Понятно, что чудес, к сожалению, у меня нет волшебной палочки, которой я могу возмахнуть, чтобы появились новые благоустроенные дома. У нас сейчас будут сдаваться два дома. Это на авиаторах, вот, в 10-ти секционный новый дом, и на Первомайский дом. Вот ваш дом будет точно переселен в эти дамы. Это крайний срок, как мы видим, по подрядчикам, поправьте меня, если я не прав, Владимир Ильич, мне кажется, до конца второго квартала у нас эти оба дома должны быть сданы до конца второго квартала, до 18-го года. То есть в течение года мы должны точно нас переселить, но постараемся, что если мы авиаторов сдадим быстрее, то, может быть, даже это постараемся сделать до конца 18-го года. Но решить проблему одним махом не под силу и руководителю региона. Необходимо решать проблемы в комплексе. И лучше об этом говорить честно. К сожалению, это по закону невозможно. Вы поправьте меня, если я не прав. Да, все верно. Но когда, я так понимаю, если вы шли по программе социальной ипотеки, и тогда улучшили свои жащие условия, на тот момент обязательства государства перед вами были выполнены. Вот это честно. Сейчас, конечно, ситуация изменится, и вы имеете право на расширение, но это уже, так сказать, новая очередь, вам придется вставать в мир. Ситуацию с перевозкой грузов по зимнику Александр Цибульский обсудил с окружными предпринимателями. Частным перевозчикам из НАУ, владельцам большегрузных фур, все сложнее конкурировать с коллегами из соседних регионов. Грузят до 7 вечера, к примеру, да? До 5 грузят с усинцами, а в 7 вечера только загоняемся мы, и вот что осталось, да? Ну, понимаете, самое, ну, образно говоря, дешевый груз. Ну, как бы, и все мы везем. Легко-везда, да. Ну, тут вам непонятно, что такое легко-везда. Ну, самый дешевый груз. То есть они получили востока, а мы получили востока. Ситуация непростая, но власти округа готовы поддержать окружных автоперевозчиков. И, конечно, я в любом случае буду всегда выступать за, ну, таким, в хорошем смысле, лоббистом интересы нашей компании. Потому что вы же здесь зарегистрировались? Да, в общем. Здесь платите на воду. У нас тоже 60-70 человек, многое работают, 60-70. Для нас это прямая заинтересованность. И рабочие места, и налоги. Поэтому здесь нет ничего плохого. Я всегда готов здесь за вас, что называется, выступать и разговаривать. Общение главы региона с наринмарцами проходило в открытом режиме с участием мэра города, окружных чиновников и представителей СМИ. По каждому конкретному обращению Александр Цибульский дал соответствующее поручение. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Жители двух общежитий в Наринмаре выступают против управляющей компании «Поки-ТС». Причина этому – высокие платежи и отсутствие содержания. Для того, чтобы разобраться с этими вопросами, жильцы обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. После этого в региональном исполкоме Народного фронта состоялось заседание рабочей группы «Качество повседневной жизни», на которые были приглашены представители «Поки-ТС» и городские власти, работники прокуратуры округа и специалисты Гостроя жилнадзора. Встреча прошла при непосредственном участии самих жителей этих домов. В таких условиях Татьяна Носова живет больше 20 лет. Дырявый пол, отсутствие водоснабжения и газа, а также общий туалет на несколько комнат. И за все это она платит в месяц больше 11 тысяч рублей. Надо сказать, что площадь ее комнаты всего 22 квадратных метра. По документам это общежитие значится как многоквартирный дом со всеми удобствами. И что самое удивительное, появился лифт, которого здесь никогда не было. Многоквартирный дом. У нас многоквартирный, я не знаю, у меня что, несколько комнат или что. Они даже здесь не были. Ну как вот можно считать, они берут за газ. Где у нас газ? Это, я вообще не знаю, у них такие расчетки, я вообще не понимаю. Вчера вы вот были на собрании, были люди, которые живут в квартирах, у них меньше, чем у нас. Соседка Татьяны Носовой платит за коммуналку управляющей компанией ПОК ИТС больше 16 тысяч рублей в месяц за две комнаты. И также стоит в очереди на жилье 24 года. Надо сказать, что Ольга сирота и одна воспитывает сына. Эта сумма для пенсионера просто огромная. Меня поселили как сироту, обещали квартиру дать. Но какая квартира-то? Всю жизнь на стройке росла, работала, городу отдала всю свою силу, даже до пенсии работала. Вот сейчас пять лет работала в Кармановке, ну как строительная организация, смог, живу, без перерыва, без отпуска, без всего работала. Доработала, и потом уже узнали, что пенсионерка-то и выгнали. А это дом по улице Заводской 9А. Условия проживания здесь не лучше. Но, по мнению экспертов, их дом не признан аварийным. И также по документам является многоквартирным. Кроме этого, здесь появился даже третий этаж. Как и когда он стал таковым, жильцам неизвестно. Жители этого дома предлагают городским властям самим пожить в таких условиях и потом принимать подобные решения. Вот мне охота через телевидение сказать, что написала с администрацией гражданка Сергеева. Я бы желал переселиться в ее квартиру, а ее сюда. Я посмотрел бы, как она там. Пожила бы хоть недельку. Тогда бы таких писулек не отписывала. Управляющая компания ПОК-ИТС взяла на обслуживание дома номер 5 по улице 60 лет Октября и 9А по улице Заводской в январе этого года. В перечне ее услуг числятся уборка подъездов, мойка стекол, уборка общих туалетов и лестничных клеток, осмотры крыш и чердаков, текущий ремонт коммунальных систем, техобслуживание, систем вентиляции и дезинфекция. По факту ПОК-ИТС ничего подобного не делает. И, как говорят жильцы, мэрия в курсе этой ситуации. Куда не обращались, это что, мало куда не обращались, нету никаких движений. Это вот вы понимаете, что это то же самое, что вот случаются пожары, все это. И всем ноль эмоций. Никто не, ни управляющая компания, ни администрация, ничего нет. Туалеты, ну вот куда людям ходить туалеты? Там все, полы упали. Это прямое падение, все забито, все это. Как жить? При этом счета за якобы предоставленные коммунальные услуги управляющая компания регулярно выставляет и требует их оплатить. При этом сумма коммунальных платежей за последние три месяца значительно выросла. Во время встречи жители в один голос рассказали активистам ООНФ, что из всего списка услуг коммунальщики лишь убирают придомовую территорию и вывозят мусор. Как выяснилось, в управляющей компании не все в порядке с кадрами. Чистить снег и выгребные ямы, о которых просят жильцы этих домов, приходят люди, не состоящие в трудовых отношениях с ПОК ИТС. Речь зашла о неком романе. Реально он не чистится ни в какой конторе. Его попросили, не оформляя никаких трудовых отношений, выполнять эти работы. И, конечно, фигурирует фамилия не работника управляющей компании, кто-то по договору. Но я думаю, что управляющая компания в курсе таких ситуаций. Это в принципе не находитесь. УНФ в Ненецком округе намерен не только добиться качества предоставляемых коммунальных услуг управляющей компании, но и перерасчета за несделанную работу от коммунальной организации. Как объяснила управляющая компания, что жители должны писать заявление на перерасчет. Несколько жителей у нас писали по поводу этого заявления. К сожалению, перерасчета они не получили. Хотя, в принципе, как выяснилось, управляющая компания в курсе, что те работы, которые она не оказывает, она все-таки за них поставляет счета. Мы считаем, что это в полном смысле обман населения, обман своих жителей. То есть люди готовы платить, но готовы платить только за те услуги, которые им оказываются. Ну и в принципе это дискредитирует, наверное, не только... Ну вообще, наверное, все дискредитирует, вообще систему ЖКХ, потому что это такое, грубо сказать, наверное, разводило. Как заявляют жильцы этих домов, они уже обращались в ПОК для перерасчета. Но так ничего и не добились. Кроме того, в управляющей компании им откровенно заявили, что если вы будете жаловаться, штрафы будете оплачивать сами. Представитель Гостро-жилнадзора предложил жителям этих домов составлять акты о каждой проделанной работе. Подписывал это так, седатель совета дома. Если седатель совета дома не подписал такой так, значит, по факту уже работа не выполнена. Значит, уже имеют основания требовать. Вот это правильно. По итогам встречи было решено направить письмо в адрес администрации округа и в мэрию города, как учредителю этой управляющей компании. Если счета в квитанциях не изменятся, а ПОК-ИТС не возьмется за работу, участники встречи будут обращаться в прокуратуру. А на вопрос жителей, как их дома стали многоквартирными, представитель мэрии отвечать отказался. Стоит отметить, что представители ПОК-ИТС на эту встречу не пришли, назвав ее смешной. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С запасом прочности. В ходе очередного заседания окружной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций проверена готовность населенных пунктов региона к прохождению весеннего паводка. Главы восьми муниципалитетов, а также города Наринмара в режиме видеоконференц-связи отчитались о степени готовности к возможному форс-мажору. На связь с ситуационным центром вышли руководители Андикского, Великовисочного, Приморско-Куйского, Пустозерского, Телевисочного и Хасидахарского сельсоветов. Особое внимание источникам водоснабжения, пунктам временного размещения и готовности к приему граждан. Кроме этого, распоряжением утвержден план эвакуации населения муниципального образования, Телевисочный совет Нейско-Атомного округа. Есть эвакуационная комиссия, определены пункты временного размещения. Телевиское – это социально-культурный центр «Престиж» с возможностью принятия до 150 человек. И деревня Макарова – это дом культуры деревни Макарова «Гармония» – 50 человек. Каким будет сценарий половодия в этом году, предсказать невозможно. Учитывая опыт прошлых лет, на случай форс-мажора в населённых пунктах созданы резервы продовольствия, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов. Прошу те слабые места, которые были выявлены в прошлом году, ещё раз проанализировать. По каждому моменту поработать со своими находящимися на территории организациями и в течение праздников все эти вопросы закрыть. В режим повышенной готовности приведены все мобильные силы главного управления МЧС, дислоцированные на территории округа. Группировка сил и средств функциональных окружной территориальной системы РСЧС «Нейск» автономного округа в соответствии с данным планом спланирована в составе 1293 человек, 67 плавсредств и 238 единиц техники. В том числе от МЧС России 136 человек, 15 плавсредств, 32 единицы техники. Село Великовисочное в списке населённых пунктов, особенно подверженных негативному воздействию паводковых вод в период половодия. В ходе прошлогоднего паводка муниципалитет принял самый сильный удар. Тем не менее, глава сельсовета оптимизма в эти дни не теряет. Настрой боевой, как всегда. Сложно, конечно, капризы погоды предуссказать, что будет. Но готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Какие меры предпринимаются? Необходимые по итогам прошлого года отсыпки всех объектов мы провели. Это дизельная электростанция, самый проблемный участок у нас был. В Тошвиске заменили резервный источник электропитания. Хорошо, высоко поставили, его увеличили. Разрыв на полметра практически. Молодцы, Север-Желкомсервис отработали в этом плане. Ну, а так, надеемся, что всё пройдёт хорошо. Готов к моментальному реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию и авиаотряд. Для мгновенного реагирования, для моментального вылета у нас находятся на дежурстве два экипажа. В случае необходимости можем мы предоставить отдельно дополнительно в паводковый период дополнительный экипаж, воздушное судно для выполнения каких-то работ необходимых. Среди недочётов прошлых лет отсутствие в населённых пунктах в дни паводка участкового уполномоченного. В полицейском главке обещают исправить ситуацию. В период плавоводия охрана общественного порядка будет осуществлять чрезвычайную полицию на закреплённых участках в следующих населённых пунктах. Это Великовисочная, Лабожская, Красная, Оксина, Тельвиска. В случае достижения уровня воды в критических отметках в деревнях Тошфиска, Макарова и Андика, в указанные населённые пункты будут также направлены сотрудники полиции. Направление членного состава управления в деревне Куя, Нарыга и Осколка будут осуществляться, исходя из складывающей оперативной обстановки и ведения чрезвычайной ситуации. Также у нас на сегодняшний момент паводка в пяти населённых пунктах Заполярной районы будут отсутствовать участковые. Это Харута, Уськара, Шойна, Несь и Нижняя Пёша, куда также предусмотрено в случае обострения обстановки направления сотрудников полиции. Для реагирования на чрезвычайную ситуацию в НАУ будет создан межведомственный оперативный штаб. От каждого ведомства один специалист. Я считаю это правильным решением для оперативного решения вопросов, которые возникают на ежедневной основе. Конечно, такой узкий состав очень удобен, чтобы нам всех не отвлекать по вопросам, которые не требуют участия всех членов нашей комиссии. Все проблемные моменты выслушаны и обсуждены. Муниципалитетам поручено скорректировать планы по предупреждению и ликвидации ЧАЭС, приобрести недостающие резервы и проверить систему оповещения населения. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Житель Наринмара стал жертвой мошенников. На одном из интернет-сайтов потерпевший заказал телефон, но вместо новенького аппарата ему отправили телефон бывшего в употреблении, совершенно другой марки. После вскрытия посылки на почте потерпевший сразу отправился в полицию, где и написал заявление о факте мошенничества. Телефон Валентина Павловского сломался. Не найдя в Наринмаре подходящего ему телефона, решил воспользоваться интернет-сайтом Е-каталог. Сделав заявку, через некоторое время ему перезвонили и сообщили о том, что телефон будет отправлен в течение пяти дней. Отправили смс-ку, да, что подтверждаете заказ? Ну, подтверждаю. И потом, через день пришла смс-ка, что отправили посылку со штрих-кодом, все, я ее отследил. Она пришла на почту, мне позвонили на следующий день, что все, ваша посылка можете получать. Пришел на почту, получил посылку, заплатил деньги, открыл посылку на почте, а там вместо нормального телефона лежит, бэушный, вообще древний, еще и без батареи. Вместо ожидаемого им китайского смартфона за 8300 рублей, Валентин получил Nokia 79. Стал перезванивать продавцу, телефон которого, конечно, уже был недоступен. Не теряя времени, он отправился в полицию, где и написал заявление по факту мошенничества. В данном случае, правда, однозначно не первый. Это имеет место не только нашему Ненецкому автономному округу, но и всем территориальным органам. Имеет и количество роста такого вида способа совершения преступлений и имеет определенную актуальность. У каждого человека имеется этот гаджет, телефон, популярность, новые виды. Ну и у людей возникают мысли покупать дешевле, лучше, красивее, быстрее и так далее. В связи с этим и мошенники используют данный вид преступления, и совершают данный таковый способ технологии преступления. Вернуть деньги Валентину вряд ли получится. Как отмечают стражи порядка, с начала этого года совершено 15 таких преступлений. По сравнению с прошлым годом, меньше их не стало. Полицейские еще раз призывают граждан быть бдительными, заказывать товар только с проверенных сайтов. На этом пока все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.